62-летний пенсионер Александр Микулин жаловаться на жизнь не привык. Первое, на что обращаешь внимание, это идеальная чистота в квартире нашего героя. Александр Алексеевич привык во всём полагаться исключительно на свои силы. Даже газовую колонку на кухне он устанавливал без посторонней помощи, несмотря на физическую немощь. Из-за артрита костей Александр потерял ногу. Но если в одном месте уходит, то в другом приходит. Ведь природа не терпит пустоты. Да и в целом жизнь пенсионера Микулина похожа на качели. То вверх, то вниз. Вредных привычек нет. Все остались в прошлом. Да, все остались в прошлом. Было много вредных привычек. Но, конечно, отказали руки, ноги. Начала голова чуть-чуть сображать работу на старости лет. Как говорится, значит, в молодые годы голова работала, а ноги чуть-чуть, пускай не бегали, так как они бегали. И руки там было много. Хотелось сразу весь мир увидеть, обнять, отхватить все, захватить, как говорится. Александр не скрывает, что живет с постоянной болью. Лишь лекарства и обезболивающие позволяют ему на время забыть о болезни. Я не выхожу на улицу уже много лет. То, что для меня тяжело. У меня разрушились суставы и коленные, и руки. И невозможно ни протезы поставить, ничего не сделать нельзя. То, что суставы разрушены, руки все не работают. Живу на обезболивающих лекарствах. Как говорится, в больницу обратиться уже не могу. Спускать меня, потом поднимать. Я боюсь уже туда обращаться. Если обратиться, ты еще болезней, и умрешь быстрее, как говорится. Несколько лет назад Микулин овдовел. Дочь с мужем и внуками живут отдельно. Но это обстоятельство не мешает инвалиду первой группы быть независимым. Хотя, понятное дело, на 11500 особо не пошикуешь. Пенсия маленькая. Живу как? Экономлю на всем. Курить не курю, пить не пью, бросил. Лекарства покупаю самые дешевые. Смотрю, у которых аналоги такие. А что еще? Сижу дома, привык. Хорошо, что сейчас есть доставки какие-то. Хорошо, что могут лекарства принести, что не беспокоит никого. Хорошо, что могу пользоваться интернетом. Вот из-за этого, как говорится, экономия. Если писать книгу о нашем герое, то получится увлекательный роман. Где есть место любви и предательству, взлетом и падением. В 15 лет Александр впервые оказался за решеткой. Как говорит сам, по глупости. У меня присутствует тюрьма. В 15 лет меня посадили. За что? За драку. Это получилась драка, массовая драка. Со стрельбой там, короче, и стреляли. Война, можно сказать, была. Человек в стол участвовал. И сколько дали 15 лет пацанам? Три года. Но на этом испытания Александра Микулина не закончились. Оступившись однажды, он снова наступил на те же грабли. Потом 10 лет не сидел, потом опять попался. У меня через 10 лет все время. В то время поддержкой для Александра стала его семья, жена Светлана и дочка Лена. Микулину было, ради кого жить и строить планы на будущее. У меня была семья, у меня был ребенок. Меня ждали, меня не бросали. Если честно, хотя я не просил никогда сильно. Попал, значит, попал. Но меня на самом деле, да, меня не бросали. У меня была поддержка, как говорится. Знаешь, мне привозили, у меня были друзья нормальные, что-то значили. С любимой супруга Александр Алексеевич прожил 38 лет. Пока однажды Светлана не вернулась домой. Она пошла на рынок, у нее день рождения как раз было. И пошла жара была тоже, летом. И у нее сердце прихватило, она перешла железную дорогу, села. И, короче, у нее было с собой около 30 тысяч денег, дочери давала. И, короче, я звоню ей, она не берет руку. Раз, два, три, дочери звонят. Что-то случилось. Позвонил в полицию. Мне сообщают, нашли. Лежит. Короче, это самое, ни денег нет, ни документов, короче. Потом вообще уже было. С тех пор прошло 4 года. Несмотря на маленькую пенсию, Александр умудряется откладывать даже на черный день. А на сэкономленные деньги смог сделать косметический ремонт. Просто, конечно, все, расчет веду, лишнее не покупаю, что пропадает. Я еще откладываю. Два-три рубля я откладываю. Вот за три года я собрал, у меня 150 тысяч было. За что я делал. Да ладно, лекарства. Лекарства. Я экономно покупаю. Я самый дешевый покупаю аналоги. Смотрю и заказываю самые дешевые. Редко. Когда я покупал раньше дорогое, ну толку нет. И мази из Китая заказывал, там по тысяче, по две. Там написано в интернете. Сперва ввелся на это все. Александр признается, что в рационе используют главным образом крупы. А вот мясо позволяет себе от случая к случаю. Я могу на кашах живу. Рисовую, гречневую, ящневую. Такую кашу добавлю. И то даже не молоко на воде, но чуть-чуть масла добавлю. Молочко-оливно. Для этого. Можно сказать, на диете сижу. И супчик, борщик сварю. Хлеб покупаешь и все хватает. А потом, да, раньше начинаю требовать белок, там нужно все равно. А так витамины покупаю обязательно понемногу, но там помидорчики, фрукты я всегда покупаю. Это сегодня Александр Алексеевич – скромный пенсионер, живущий от пенсии до пенсии. Но так было не всегда. Был период, когда в жизни Микулина деньги текли рекой. Были деньги, зарабатывались. На них все ушло. В связи с перестройками много денег пропало. Я занимался, еще в 87-м году занимался, держал бригады. Я, как говорится, бичейцы со всего Союза собрал работу. Либо на подсовхозах, в Краснодаре, там 400 человек на меня работал и зарабатывал большие деньги. Сдавал по 100 тонн. Каждую очередь по 100 тысяч денег имел, можно сказать. Вот честно, было много денег. У меня не так даже… Вот сейчас здоровье у меня было. Понимаете, здоровье главное всех. Здоровье самое главное. На самом деле, не деньги главное. Вот денег сейчас мало, но у меня хватает. Как и хватает общения с внуками, четырехлетними Ксюшей и Алексеем, которые с удовольствием навещают дедушку. Одним словом, жизнь продолжается.